Достижения науки и техники создания всемирной сети интернет позволили преступности выйти на новый уровень и захватить всё интернет-пространство. Теперь преступнику не нужен прямой контакт с жертвой. Он может стать угрозой для каждого пользователя – глобальной паутины, крупных корпораций и целых государств. Такому виду мошенничества подвержены все категории граждан. Единственное, что есть небольшое разделение – это молодёжь. В основном покупки в интернете, взрослая часть населения – это «Алло, мама» – так известный способ, когда звонят мошенники, представляются близкими родственниками и говорят, что попали в беду. И звонки от представителей банков или правительных органов, когда вам сообщают информацию о том, что некие лица проводят несанкционированные действия с вашими счетами или пытаются открыть кредит от вашего имени. На протяжении последних пяти лет мы отмечаем значительный рост преступлений данной категории. И по сравнению с 2021 годом, в 2022 году такой рост произошёл более чем на 70%, 72%. Естественно, здесь очень много преступлений – это покупки в Инстаграме. Причём люди покупают в интернете всё. Начиная от букетов цветов, перед новогодней акцией покупали ёлки, сельскохозяйственную технику покупают трактора. Неограниченно, действительно, в интернете нет границ ни по территории, ни по каким-то товарам. Для того, чтобы предостеречь граждан, брестские правоохранители, в том числе Управление по противодействию киберпреступности, активно проводят профилактические мероприятия, разговаривают с гражданами. Вы что-нибудь слышали о том, как совершается преступление в сети интернета? Мошенничество именно? Слышали, конечно. Конечно, нам всё подробно. И что вы слышали? Не знаю, журналисты не доставляют свою информацию, банковские карточки набирают, и среди них тоже. Ну, ни о чём не рассказывают. Ничего не рассказывают? Конечно. Такие данные не предоставляют по телефону сотрудники банка. Ну, на сайтах, как в том числе. Да, на сайтах тоже. Хорошо. А способ мошенничества, когда звонят близкими родственниками, представляется, говорят, что попали в ДТП? Слышали-то такие тоже. С родственников своих все знают. У меня было только с банком такое. Вот мошенники пытались. Сказали, что карта заблокирована, и чтобы её разблокировать, нужно срочно идти в банкомат, перекинуть на другую карту деньги. Показывают им тематические видеоролики, а также раздают профилактические листовки. В ДТП была разработана наклейка с нанесённым QR-кодом. Пройдя по ссылке, можно будет увидеть профилактический ролик о предупреждении разных видов мошенничества. На такие наклейки граждане активно обращают внимание и пользуются предоставленной информацией. А сотрудники милиции, в свою очередь, надеются, что данный метод позволит ещё раз напомнить любителям гаджетов о том, что такое киберпреступность, и надеются, что попадать на уловки мошенников будет как можно меньше граждан.